В правительстве обсудили реализацию национальных проектов в следующем году. Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию президент Владимир Путин выделил шесть задач. Часть из них направлена на развитие промышленности, чтобы в полной мере компенсировать уход западных компаний. Это переориентация торговли, технологический и финансовый суверенитет, рост обрабатывающей промышленности. Сюда же вошли рост доходов россиян и защита материнства и детства. Нынешней ситуации требуется внедать в ускоренном порядке современные технологические решения. Очень важно активно использовать новые технологии при реализации каждого из национальных проектов. Это касается не только промышленности, но и социальной сферы. Необходимо создавать условия для развертывания новых высокотехнологичных производств и добиваться прогресса в привлечении инвестиций в наш регион. Губернатор обозначил необходимость развития транспортной инфраструктуры. Сюда входит не только ремонт дорог, но и обновление подвижного состава, развитие логистических цепочек в портово-экономической зоне, и развитие судоходства. Что касается года уходящего, то среди нацпроектов-лидеров оказались туризм, производительность труда, малое и среднее предпринимательство, культура, цифровая экономика, международная кооперация и экспорт. В этом году по нацпроектам работали над 30 объектами капитального строительства. Шесть из них уже введены в эксплуатацию, восемь будут введены до конца года. По 15 объектам продолжится работа в следующем году. Вот здесь примеры как раз объектов, которые у нас введены, уже введены, шесть объектов. Они представлены здесь на слайде. Это два детских сада, это три объекта в рамках нацпроекта «Культура» и один объект в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также в следующем году начнут строительство нового корпуса губернаторского лицея номер один, медпунктов в пяти селах, автомобильных дорог по улицам Шигаева и Автозаводская. Продолжится строительство магистрального водовода в Чердоклинском районе, школы в Димитровграде, моста на улице Смычки в Ульяновске и Очистных.